Что ни день, то в российской армии разгораются новые скандалы. Мобилизованные россияне и контрактники стали массово записывать видео о беспределе командиров, опасаясь за свои жизни. Просто-напросто, без всякой подготовки, без умения стрелять, без умения оказывать какую-либо медицинскую помощь, нас отправляют в штурм, то есть на передок, как пушечное мясо, просто заткнуть нами дыры. Якобы для того, что они хотя бы что-то делают. Мы этого не хотим. Нам уже говорили, хотели нас отправить. Мы отказались, нас избили. Вот, пожалуйста, вы видите результат сами на лицо. Вседозволенность командования поражает. В сети распространились видео, где оккупантов в качестве наказания заставили сжечь свой транспорт. Российская армия демотивирована, ведь за каждый неверный шаг или сказанное слово, которое не понравится командиру, увечья или даже смерть. Мы занимаемся торговлей наркотой, с которой, безусловно, имеет процент все командование. Ну, как минимум старшее, да? Вот. И поскольку мы в этом никак не участвуем, всячески этому противодействуем, то основные задачи, которые у нас сейчас стоят, это выжить. А у них сделать так, чтобы мы не выжили. Потому что мы на эту тему располагаем достаточно информации о том, кто, что, где и как. Множество людей бросилось нас оповещать о том, что мы уходим в один конец, что это прям поставлена задача максимально ужесточить наши условия пребывания на месте. Власть на обращение абсолютно никак не реагирует. По большому счету, почему мы ничего не видим и не слышим сверху, а потому что они ничего не могут сделать. Да, потому что ситуация пошла в разнос. Вот все то, что мы видим, да, это показатели того, что Путин не управляет страной. И естественно, если он не управляет страной, он не может управлять всей армией, он не может управлять тем, что происходит на фронте. И поэтому, именно поэтому, все командиры пытаются ухватить и украсть то, что могут украсть и ухватить сегодня, потому что они не понимают, когда все закончится. Вот, к примеру, российские военные выложили видео блиндажа с личной сауной, который их заставил построить один из комбригов. Еще у одного военного в качестве взятки выдали немалую сумму денег и в итоге все равно отправили в мясорубку. Дали контакты замполита Оренбург-16. Да, Оренбург-16, контузия это. Вот, сказал, что вопрос решить можно за полтора миллиона рублей. Вот, я сказал, что сумма крупная, потому что она крупная. Он сказал, что это не ему в карман, а на нужды бригады, через комбрига, через Меркурия решается вот на нужды. Вот, нужны наличкой. В итоге близкие помогли, собрали, передали, в итоге обманули. Оказался вот в эвакуационной роте. С лечением тоже проблемы. Вот, например, вместо больницы раненых сразу определили в морг. А жены оккупантов массово жалуются, что их мужьям отказывают в медицинской помощи и попросту бросают умирать ранеными на поле боя. Кинула видео, где он на полигоне, на костылях. И также видеообращение с просьбой о помощи. После публикации, скажем так, при всех этих видео, командование кинуло его в яму, отобрало средства связи. Не давалось со мной выходить на связь. Он был в наручниках, об него сломали и костыли, об него сломали и тройства. Со мной связались сослуживцы и сказали, что муж был ранен в ногу и оставлен своим командиром на позиции. Я опять поехала в часть, чтобы все уточнить, потому что человеку нужна эвакуация, нужна помощь, нужны медикаменты. Они мне ответили, что мужу присвоили статус без вести пропал на основании якобы того, что его больше никто не видел. Но как можно увидеть человека, которого вы оставили раненого и за ним не вернулись? Командир знал, где он находится, но не поспешил ему помочь. Жалуются, видео записывают, но, по мнению экспертов, до бунта на корабле еще очень далеко. Если бы в этих подразделениях были реальные пассионарии, то, конечно, мы бы уже наблюдали солдатские бунты примерно в том же размахе, которые были по инициативе большевиков во время Первой мировой войны. Вопрос, сможем ли мы это наблюдать. Но это будет зависеть от того, что произойдет раньше. Посыпется ситуация внутри страны или посыпется ситуация на фронте. Хотя такие действия командиров приводят не только к отсутствию мотивации у воюющих, но и к отсутствию желания мобилизоваться даже за большие деньги. Для глубинки это какие-то совершенно заоблачные деньги, которые люди зарабатывали раньше за 10 лет. А сейчас такие единоразовые выплаты и то за них уже не идут, потому что понимают, что это билет в один конец. И понятное дело, что люди будут прятаться все сильнее и сильнее и сильнее, потому что Россия большая и есть где спрятаться. А те, кто уже пришли с оружием в Украину, теперь попросту получают по заслугам, да еще и от своих же. Хотели заработать денег на чужом горе, а в итоге получили быструю карму за свои преступления. Субтитры создавал DimaTorzok